Есть, Игнатий Тихонович, мир вам, Ксения Михайлова. Игнатий Тихонович, вот сейчас читали, кто не берет креста своего и следует за мной, это как? Ну как? Если Господь дал тебе какие-то страдания, нам дано не только веровать, но и страдать за Него. Вот считаем об этом мы Слове Божьем, филиппистам. А человек не берет крест, вот от меня не надо, а меня родственники будут гнать, я лучше притихну буду. Многие бы обратились к Богу, испугались, и следуют за Христом, вроде бы соблюдать заповеди, а Богу это не угодно. Написано у пророка Иоиля, туда, Господи, введи твоих героев. Вот как он называет. А трусливый, боязливый, учись в озере Огненном. Весь ответ. Понятно, благодарю. Аллилуйя. Так, все, никого нет больше? У меня еще есть. Есть. Вот, сейчас читал брат Вячеслав, в третьем, четвертом веке, по-моему, появился институт монашества. Ну, церковь это, конечно, признает, восхваляет, чтит. Монахи, это понятно, это, как сказать, такие, ну, отрекаются от всего, это действительно, это подвиг, подвиг, который из нас не каждый понесет. Но я вот как понимаю, можно так сказать, что монашество, это не евангельский путь? Да у нас сто раз про это сказано у меня. В каждой проповеди почти. Один, неженатый, заботится как Господу. Ну, не монашеские какие-то коллективы делать. У Пахомия, там два монастыря было, мужской и женский, 11 тысяч. Два миллиарда мусульман, это на их совести сегодня. А сколько погибло от этих людей? Где это было такое, что запрись за стены? Идите по всему миру и проповедуйте, а не сидите и молчание, золото. Все извращено было. Большего зла, чем монашества, в этом вопросе не было людей. Они заблокировали самых ценных людей, самых искренних, самых крепковерующих. Где это такое было? Везде и всюду Господь уходит, уже все прощается. 16 глав 15 марка говорит, идите по всему миру, считаемому Матвею точно тоже. И проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А как он может веровать? Кто не будет веровать, осужден будет. А кто виноват-то? Вера от слышания, а как слышать, когда они рот зажали все? Тысячи в одном месте. Да вы почитайте Гангельский собор. Стало разваливаться государство. Были монастыри. То есть они уже не за стенами жили открыто по 50 тысяч. Жены оставляют мужей ради благосчастья. Канун гласит, если она оставляет мужа ради благосчастья, проклятая, оставляют детей. Кто оставляет детей ради Христа и уходит проклят под клятвою. Одни проклятия насыпали. А кто возрастил это проклятие? А это великие. А что великие? Вот мы видим, как они собирали. Тот же самый Макарий Александрийский. Собирают хворост. Но представьте, хворост собирает тысячи человек, если выйдет. Что они соберут? И вдруг он остановился и замер. Называется пасть в этот. Не в своем уме. И монахи замерли. Кажа Авва, что-то видит, что-то видит. Наконец тронулся с места. Ой, что я видел? Мы в глубоком рве, монахи. Тьма непроглядная. Никто вылезти не может. Темноте друг друга лбами стукают. Некоторые пытаются поднять и падают вниз. Это монахи наши. Он не распустил монастырь? Ему уже видение было. Монашество. У меня есть изречение такое. В том виде, как оно пришло к нам. Принесло зло. Больше в сто крат все вместе взятые коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане. Вот как. Они запечатали Евангелие. На фоне вот были, у меня брат приехал. В теле разговаривать нельзя, молиться. Пошли в обед нельзя. В столовой нельзя, нигде. Они имели. Языки отняли. А вера от слышания. Это монашество все сделало. Вот, которые секты возникли. Отчего они возникли? Монашество. Меня сотни раз вопрошали уже. Кто вам разрешил проповедовать? Ну ладно, у меня еще там благословение митрополитов, благословение епископа, в писанном виде свидетельство, что меня благословляют и при них, при епископах во время литургии проповедовать. Ну у кого такие документы-то есть? Пусть покажет, чтобы был мирянин. И такие документы были. А почему? Со 2 по 4 век запрет был проповедовать в храме священникам, присвятерам. Только епископ. А какой епископ? Посмотри на него, на своего епископа-то. Это кто же сделал так? Вот в Кристину Православии у нас книжка есть, книга, и там написано о благовестии. Там все описано. В каком году, кто запрещал, как они лгали, чтобы только не проповедовать. Я вам говорю то, что действительно было. Не выдумка. Самый последний наказ, когда уезжает отец, он наказывает, ты не забывай, телят напой, курицам дай. Нужно забудешь, что-то это пройдет. Но если ты не накормишь, они сдохнут. И Господь, когда возносится и говорит им об этом, помните, и рассказывает им еще раз, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Пошли по этим пути? Нет, Христос не нужен. И главное, самое главное оружие против демонов, против бесовской силы, пост и молитвы. А монахи что придумали? Послушание Ави дороже поста и молитвы. То есть это прислужники дьявола многие стали. Я это знаю хорошо. На меня тысячи нападок было от монахов. Ну, Господь так сделал, никакие дворкины им не помогли. Они не могут ничего показать. Пустые руки. Это засохшая смоковница. Чего непонятно-то? В четвертом веке. До четвертого не спасались? Хотели монастырь сделать? Хорошо нам здесь быть. Здесь сделаем три кущи. Ну, может, в полчаса были. И второй монастырь. В десять дней они ждали сошествия Духа Святого, запертое после воскресения и вознесения. Все. Монастырьское время кончилось. Мона означает один. Монолит. Монумент. Идите по всему миру. И они ничего не могут монахи показать, кроме того, что сидели и рекорды ставили. Кто сколько не ел. Такая-то сорок дней. А Паисий 70 дней не пил, не ел. Рекордсмен на все века. А кто пришел? Особенно посчитаемый у старообрядцев. Он может молиться и зада неверующих вытаскивать. Дали должность. С ума подходили. Грачев, министр обороны, встречается с патриархом Алексеем Вторым. И нужно, чтобы ракеты не разбомбили раньше времени. Молятся им, якобы откровение было. Я не знаю, откуда взяли. Охранять будет Варвара. Римская римлянка, девушка. Охранять будет ракеты, которые называются Сатана. Ну, маленько, со стороны гляньте на нас. На нас, как на сумасшедших, нельзя смотреть. И поэтому грех наш в этом вопросе страшнее страшного. А почему? Она убегала от диаскоры отца своего, и скала раскрылась, и закрыла ее. А ракеты-то под землей? У нашли? Грачев-то и не знал про это. Подсказали ему. Мы, как сумасшедшие, ведем себя. Скажите, кто, когда, в последний раз сходил до проповедь? Покажи, где эти души, которые пришли через проповедь. Придут, не придут, это уже дело Божье. Но пойти ты должен. Благовесие я недавно выставил, показал. Мне Господь открыл это, потому что мое обращение к Евангелию было не у православных, у сектантов. Я дня не был у них. Но у них получил Евангелие, и был полчаса. И Бог дал мне там рождение свыше и крещение Духом Святым. Везде проповедовал. По эфирному времени я лично был, так полагают, на первом месте во всем Советском Союзе. А почему? Университеты одновременно, 13 школ, институты, все отделы милиции города, все воинские части Алтайского края, заводы и фабрики. Три радиопрограммы еженедельно, одна онлайн-часовая. Пусть кто-нибудь покажет. А почему? Рожденная душа, живая, живые молитвы к живому Богу. А вы о себе говорите. А о ком я буду говорить? Павел говорит, я больше всех потрудился, более всех страдал. От иноплеменных, от своих, от лжебратья. Те, которые тюрьмы мерили, никого нету до Дальнего Востока, нигде. Я один остался. У баптистов были, а у православных никого нету, ни одного. А зачем меня Бог держит на земле, не знаю. Я могу делать курсы, как вести себя, когда арестуют. Как вести себя на допросах. Потому что, что у меня было, ни у одного не было. Ни у кого. Сразу замирали и боялись. У меня следователь обращается. Начальник тюрьмы умирает по-христиански. Вот как Бог делает. Почему? Потому что нет у меня образования. Ни семинария, ни академии. Никто мою душу не корежил. Я Богу доверился. И Он провел меня. И поэтому я здесь вижу, которых людей могу прямо сказать. Подтвердите. Вот драгоценный отец Наум Израилевич. Где он пришел к Богу? Как? Пусть он скажет. Приветствую тебя, отец. Павел Петрович, ты помнишь, отец? Мы вместе встретились у тебя. Да. Ну и вот, он говорит, здесь живет один такой, но он православный человек. Значит, вот с ним будет интересно. Ну и вот мы пришли, тебя не было. Но нас Надежда, вот сестра Надежда приняла. Ну и вот, даже положила нас там, меня на третью полку положила. Ну, значит, утром я, значит, что дверь открылась, я посмотрел. Борода какая-то поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Я, да, но, оказывается, ты поклоны делал, да? Ну вот, потом, значит, мы стали беседовать. Вот, отец положил Библию, говорит, я ни от себя слова не скажу. Что Бог там написал, то и буду говорить. Да. И мы там задавали вопросы здесь, да? И по Писанию ты все ответил. Понимаешь? Мне уже, я говорю, как я могу спорить, когда уже Бог говорит, да? Поэтому я вот до сегодняшнего дня, я вот этого благословения придерживаю, благодарю. Аллилуйя. Но у меня уже есть сейчас вопрос. Вот ты часто показываешь это четки. Да, вот как ты молишься, да, как ты молишься по четкам? Это Иисусову молитву или, ну, там держишь вот свою нужду и молишься Богу Иисусовой молитве? Вот поделись с нами опытом, что доходит до Бога твоя молитва. Коротко, я признаю не лесовку старобрященскую, а щетки. Вот 10 на 10. Да. 10. Первые 10. 10 покровов Господу нашему Иисусу Христу. Это и днем, и ночью. Да. Второе. При благословенной Деве Марии и Престадеве, Матери Христа Бога нашего. Третье. Ангелу-хранителю. 10. С просьбами, не просто я, не Господи помилуй, а я договорюсь за каждым. Предложение целое, новое и новое. Дальше. Ян Креститель. Святитель Христов Никола. Святые апостолы. Это пророки. Дальше. Небесные силы и апостолы. Евангелисты. Святые мученики. Святые отцы. Святые жены и девы. 10 по 10. 100. Вот сейчас у нас 100 поклонной молитвы, и там все это добавляется. Видите, это Бог делает. Еще раз говорю, это благодать Божия. Когда благодать Божия содействует, тогда все по-другому. Ну, представь, человек другой национальности. Ты еврей. Ну, пусть кто-нибудь покажет, где евреи все захватили, все везде. Вся пища, все золото, вся пресса у евреев. Надо воевать с евреями. Надо, говорю. А какая любовь? Оружие где? Один говорит, нам оружие привезите, автоматы. Я говорю, любовь. Чтобы те, которые не знают Христа, поняли, что Христос есть любовь. Вот как. Пусть через каждого священника. Я не говорю, мирянина. Придет один еврей и станет священником. Вся обстановка в стране изменится. И в мире. Дальше. Я не выдумываю, говорю, как. Ко мне заезжает, привели человек другой национальности. Немец. Менонит. Встреча одна. И он стал теперь кто? Преподаватель Томского университета физик-математик. Вы знаете, о ком говорю? Отец Геннадий Паст. Принимает крещение полное. Точно так же. И он везде указывает, как он обратился. Обратился в моем доме. Мы в полпятого или в полшестого только закончили утром ночную беседу. И он закончил семинарию, академию. И сейчас что он делает? Пишет сколько? Это сотни священников православной церкви. Патриархии этого не написали, не сделают. Вот считают здесь откровение. Это самое лучшее, собранное. Это им. Это труженик. Труженик. Он Генрих. Стал отец Геннадий Паст. Тоже считает, что я его, как бы, то... Тронул сердце его. Следователь там КГБ. Ну, пускай с сектантами надо бороться. Надо как? Пускай через каждого хотя бы священника обратится один сектант и станет священником. Обстановка изменится. Но это не все. Есть еще люди, которых много и которых мы не знаем. И им нужно свидетельствовать. Каким образом? Проповедью. Вот так преследуют верующих. Такие-то люди показывают там. Особенно КГБ, лютует НКВД. У меня обращается следователь. Следователь КГБ. И делается священником. Я отвечаю. Пусть через каждого священника, даже епископа, один обратится к Богу. Когда меня допрашивали, а они его знают хорошо, человека. Следователи КГБ. Какого человека вы погубили у нас? Я погубил. Ясно, какое ко мне было отношение. Я никогда бы не вышел. В общей сложности меня гнобили 26 лет. Психиатрия. Надо мной опыты делали. Подвешивали. Накачивали. А я перед вами живой. Разве это не чудо? Это Бог делает. И кто такую сегодняшний день миссионерскую поездку сделал, как мы? Из Барнаула? Владивосток. Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. 650 библиотек получили от нас полный комплект книг. Нам это обошлось. 35 миллионов рублей. Хоть кто-то пусть покажет где-нибудь за 2000 лет. Было это или нет? А почему? Богу указывать не будешь. Он берет самое негодное. Закладывает в прощу. И Давиду. И голяв кверх ногами. Быть камнем в проще Давида – это большая заслуга. Вот маленький ответ, как сказать, что делает Бог. И поэтому к этому всех призываем. Конечно, я никакой сейчас. То вот это не месяца два меня трясет буквально. Делали сколько операций, открылось все. Две недели шла кровь из меня. И сразу после этого обложила у меня все нинзы, как эти называются, свищи. Фурункулы. Ноги, как подсещенные. А я хожу, выступаю. Сколько могу. По милости Божией. Еще выхожу за кафедру. Это Бог делает. Вот так. Да. Начнешь говорить. Вы себе говорите. 2.18 Якова. Он говорит, покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Город на вершиной горы не прячется. Светильник на подсвечнике не под кроватью. Повторяю, моего ничего нет. Все благодать Божия. Я хвалюсь благодатью Божией. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. Еще нет у меня. Но 60 лет я у ног Христа сижу. И каждый день он меня посылает на проповедь. Слава Богу. Значит, вот, отец, вот ты молитву, значит, ты показал через каждые 10 молитв, да, ты вот свою просьбу излагаешь. А вот в этих 10 каждому я 10 повторяю не просто Господи помилуй, а вот первое я Христу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон. Такое, чтобы рука пол достала, но у меня не позволяет сейчас спина. Второе, бабушка здесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И дальше, Господи, слава Тебе и благодарение за этот новый день. И, если ночью, за эту прекрасную ночь. Господи, благодарю тебя за родных и близких. В вузах сидят, в тюрьмах и в лагерях. Я знаю, Сергей или я. Дару им свободу, Господи. Я знаю, сегодня пытает около 500 человек в мире. Укрепи, чтобы никто не отрёкся. Любящий Господь. Вот есть люди, приехали, и такие затруднения. Где будет средство, чтобы помочь? Господи, мы издаём трёхтомник. Помоги нам, пошли добрых людей, финансистов. Вот всё, десять. Теперь Божья Матерь. Божья Матерь. Я сразу. Пресвятая Госпожа Богородица, Преста Дева Мария, Матерь Христа Бога наша, спаси нас. Молитвами Твоими святыми и покроем оформлю любви. Твоя поклона. Дальше. Я обращаюсь здесь уже. Твоя Матерь, Ходатай Саанас. Господи. Билостливый Спаситель. Воздай добром всем, кто с нами совершал миссионерские путешествия. Волославие, кто нас принимал. И вы. Тут, в молитве, у меня всегда отец на ум. Когда мы к нему не приехали, он тут же меня сразу на проповедь ставит в храме своём. Переводчицы стоят на грузинском языке, на грузинский переводят. Вам видно, мои голуби летают? Да, да. Ну, пускай кто-нибудь покажет голубей во всём интернете. А голубь, это голубь. Да. В газете тут была статья, что у злого человека голуби не живут. А у меня две голубяки, да и в избе ещё выхаживают двоих. Молодняк. Сейчас кошек запер. Сейчас ещё полчаса они полетают. За ними надо убрать. Напоил, накормил. Тут вольер у меня маленький есть, коробка. А тогда кошек выпущу. У меня всё по-другому, потому что я никому не подражаю, не знаю. Ну, нету толку. Вот он, видишь, где летают. Да. Но за ними гигиена надо. Как там в этой маленькой комнате у тебя? Комната 12,8 квадратных метров. Она разбита у меня все на полке была. На стеллажи. Как говорят у заключённой шконки. Я одновременно мог принимать, живя недалеко от вокзала, 11 человек, которые на полу не спали. 11. Ну, вот кого-нибудь спроси ещё. На таких квадратах у кого? Кроме того, однажды я счёт сделал. Жена, кажется, лежала в больнице в Новосибирске. А я живу прямо около вокзала. Я убрал ключ. Бомжам определил приходить. Они приходят у меня, едят, помолимся. Когда меня нет, они опять уходят. Всё в комнате голое. Могли растащить. Нет, никто не тронул. Открыто, совершенно открытую комнату оставлял для бомжей. Что, с ума сошёл? Ну, так и есть. Нормальный человек это не делает. Ну, у тебя здесь новое имя. Здесь прошлое, вчера. Это, говорит, великие министры экономии. Ну, здесь видите, эти голуби, они удобрение дают. Значит, сейчас вот у нас была там церковь, голубятня, они там были. И вот священник у нас употреблял эти, все эти удобрения от голубей. Это, как, они же, вот, гигиену не соблюдают. Как это решается, вопрос? Она не может соблюдать. Она оправляется каждую, буквально минуту. Почему? Она летает. Ей нужно опорожнять, чтобы тяжесть не поднимать. И поэтому у меня пол застеленный клеёнкой. Сейчас я их убираю. Сразу всё здесь подметаю, убираю, соскапываю. И опять всё чисто. Ага. Да-да. Ну, всё. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Храни тебя, Господь. Да. Друзья, пока я с вами. Да. Как у меня дядя говорил, сам я никудыш. Но какие у меня друзья. Кого не посмотрю, я ставлю намного выше себя. Сколько им тоже дано, но вот так. С Богом. Да, с Богом. Да. Игнатий Тихонович, мир вам. Ксения Михайловна. Слышно? Слышно. Игнатий Тихонович, скажите, А вот если человек взял крест на себя неподъёмный, вот, например, ушёл в монахи, ну, по какой-то ненужной причине, или вот у нас соседи сделали ЭКО, чтобы у них дети были, и два ребёнка родились инвалидами. Или, например, у меня у сына, у старшего знакомый мальчик переделал себе пол на женский. То есть вот такое вот тяжёлое что-то сделать, и вдруг ты потом покаялся. Вообще, вот этот вот груз греха, который он на себя взвалил, он не раздавит человека? Может вообще человек спастись? Так человека-то там и нету. Кого давить-то? Это восстал против Бога. Бог кем сотворил. И он сам себе приготовил. А что делается садамляне, когда они, мужчины на мужчинах разжигались? Дети, собаки, голуби. Всё погибло, всё сгорело, и на одно море ушло. Так и здесь. Он избрал эту участь, и не надо ни жалеть ничего. Зачем? У нас должны быть те же существования, что во Христе Иисусе. Он это избрал. Это его путь. Отойди в сторону. Когда готовился Господь наказать Дафана, Верона и Корея, то сразу закричал, уходите, иначе все провалитесь. Никто не сказал. Мне жалко там, дети, жёны, шатры. Вместе с ними пойдёшь. Отойдите от них. Они избрали полы. Избрать это не люди. Это изберги рода человеческого. Какой крест? Креста там никакого нет. Это безумие одно их дарит. Этот крест Бог не давал. Крест – это то, что Бог дал. Дал. Дал, допустим, ты проповедовал, а тебя били апостолы, переносили всё, в вузы затащили, ночью поколебалась темница, это его колоду заковал. А это никто его не трогал. Это не крест. Это бездна безумия его давит. Это всё от лукавого. Это сатана, которому они предались. Отойди от них. Другого сказать никак нельзя. Всё. Понятно. Спаси Христос. Игнатий Тихонович, мир вам. Это Ксения Михайлова. Слышно меня? Так, подождите. Необычное дело. У вас вопросы приходят? Надо маленько подготовиться. Так. Да, я слышу, и говорите. Игнатий Тихонович, в Священном Писании написано, что сильный ветер и не в ветре сильном Господь. Землетрясение и не в землетрясении, и не в огне, а в тихом веянии ветра. Вот я уже вам говорила, у меня в последнее время очень серьёзные наваждения были бесовские. Просто он меня свалил, что я даже ничего не могла делать. Просто лежала и ничего не могла делать. Не могла отличить добро от зла. Вот до такой степени. Вот правую руку от левой не могу отличить. Вот всё перемешалось в голове до такой степени, что мне стало страшно. Вот. Мне говорят истинные вещи обычные люди, а я их не отличаю. И думала, да я же не смогу в таком состоянии дальше воспитывать детей просто. Не понимаю ничего вообще. И вот этот бес мне эти мои грехи страшные показывал. И за каждую он мне как будто в ад прям тянул, что я не смогу покаяться. Очень ужасно было состояние. И вдруг это было много-много дней. И потом однажды вдруг я молюсь, и у меня вот прям явное прозрение, что не бойся, не бойся. И потом опять вот этот вот туман страшный наваждения. Вот это вот не бойся, это и был вот этот вот Господь. Как вообще понять? У меня вопрос попроще немного. Администрация нашего Содружества к вам какие-то претензии имеет? Да. Нет. Никаких нет. Считают, что вы верующие, и задаете вопросы не подковырка, а просто такие вас мучают. Так? Да. Ну хорошо, я так принимаю это все. Потому что просчитал такое, тут я думаю, как отвечаю, а человек может быть и не верит. Надо Богу довериться. А довериться, значит, нужно все время спрашивать, как тебе, Господи, угодно, да будет воля твоя. Вот вы заметили, вот этот вот участок вашей жизни, он отличается от прошлого. А почему? Ведь просто рассматривайте, сейчас бы кто-то на съемку вел, и прямо каждую минуту, и как я сплю, и как встаю, мы признали бы, что это моя жизнь? Или сказали, кто-то придумал? Или все признали бы? Все признали бы. Суд Божий будет почему неопровержимый? Потому что в обратном порядке вся жизнь будет рассмотрена. Когда люди внезапно, где-то клиническая смерть, и они в самый последний момент видят от рождения до момента, когда они попадают в эту клинику, видят свою жизнь. И не могут понять, почему другие-то этого не видят. Я считал эти неоднократные такие свидетельства людей. Сказать на это вам только вы можете. Что у вас перед этим было? Как это так? Меня спрашивают, а вы слышали так? Бог голос говорит, видел. У меня не было видения ни одного за всю жизнь. Я не нуждаюсь в этом. У меня не было ни одного чуда, которое называют чудесами. Я просто живу и благодарю Бога, и радуюсь, страдаю. Но не считаю это ни страдания, и не повлоценным. Я просто... Да, вы меня поняли? Я поняла, поэтому я с вопросом обратилась. Что именно перед этим было, я внимательно рассматриваю, как это было, почему это так вот. Даже сон такой необыкновенный. Вот у меня очень часто повторяется один и тот же сон, что меня арестовывают, и на корабле, на пароходе везут куда-то река Лена, или кто туда, к рядовитому океану. Что это означает? Предупреждение или... Я видел, и у меня эти сны все сбывались. Когда я видел крест, лещу на кресте, крест такой, как железнодорожный мост, высота, если на бок положить его, я встану, и только... Вот так вот он у меня крест этот-то. А длина его там метром 150. Я на нем лечу, посреди облаков, и не боюсь, ноги свесил. Какая рубашка, помню, зеленые клетки. И дальше как все начинается, и когда меня арестуют, у меня будет все буква в букву. Я уже заранее был подготовленный. Я мог показать, где он сел, крест, в каком месте нашей там за деревню Солонцы. Что это? Господь, полюби своей, заранее предупреждает. Я спросил Господи, а что означает крест? Он говорит, страдания России, которые грядут. Я, почему я один на кресте был? Вы пойдете первым. Вот ответ. Прямо голос мне говорит, во сне. Ну и так, было меня арестовали, и так и было, и как там священники не хотели причащать, а мне вот тебе причастие будет. И какой священник? Все было показано, я все это заранее записал. И когда случилось, все видят буква в букву. И так надо рассматривать, и Господь как-то покажет, вразумит, чужую жизнь определить, почему и так, я не знаю, но только нужна тишина. Тихое веяние ветра, никогда там буйно, там, ты мужа нагрубила или детей побила, ну, чего-нибудь такое, к примеру говорю, я вас не знаю. Вот. Как это бывает так? Закрой за собой дверь, нужна тишина. И там Господь говорит, я открою тебе будущее. У меня самые счастливые дни моей жизни были, когда я сидел в камере среди заключенных, когда у меня безразмерная статья была, кончается, снова наворачивает, и когда я лежал на операционном столе, у меня тяжеленные были операции, позвоночник, там все нервы, все это в куче. И вот отголоски идут у меня по сегодняшний день. Это любовь. Я ни о чем не думал, я только молился. А здесь какие-то подходят иногда смуты, там ходишь, и по неволе думаешь. Иногда и думаешь, время-то и зря прошло. Надо только было благодарить Бога. Ответить на ваш вопрос, почему и как, я даю только пунктиром. Проверить себя и поверить, что у Бога все высчитано. Вот так. Все поняла. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Вы только ничего не думайте, что я сказал вам так-не-так. Дело в том, что я ничего не скрываю, и у меня все открыто. Вот она тут сказали, может не о вас там, да это не о вас там было сказано. Там фамилия, буква «Я» была. Да. Это я виноват, сказал не вам, но все равно сгодится. Что сомнение есть, что истинно верит человек, истинно задает вопросы вроде с подковыркой. Но я не знаю ее, мнение открытое, это вы пришли, я ответил. Это не о вас речь шла. Фамилия-то ваша, моя вроде там. Моя, Михаилова. Михаилова. буква «Я» первая была. Значит, не о вас речь шла, так что простите. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Так, вопросы. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, с миром, Николай Георгиевич. Вопрос у меня к чтению Салтыря. Вот есть два момента. Одно нараспев, другое говорить то, что как понимаю я. Вот по опыту подскажите мне, направьте меня, поддержите меня, чтобы правильно выразить мысль, мысль правильно, и чтобы дошло до слушающих. Спаси Христос. А в чем именно? Какие места? Конкретно? Ну, все места. Все места, все подряд. Салты и салты в воспевании. На Тихонович. Он говорит, распев или читать, как лучше. Ну, это по обстановке надо смотреть. Если вы один, никто против не будет. А если уже все привыкли считать, может, у тебя есть голос шаляпинский, но другой-то будет неизвестно, как реагировать. Я думаю, что можно испытать то и другое и посмотреть, и какая будет реакция людей. Это самое главное. А для Бога это разве сатанит никакой? Он нас знает и их одетых, и голых. Ага, понятно. Просто некоторые моменты, когда получается через пение, а другой раз не получается через пение, чтобы выразить конкретно. Поэтому середину, золотую середину хочу выбрать, чтобы донести вот это вот выражение. Не декларация, а просто выражение. Я понял. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Николай, а вы когда праздник, когда праздник, пойте, а когда не праздник, то читайте. Для себя. А на людях надо все-таки понимать, кто принимать будет. У нас вот одна сестра заходит, она как щетка начинает быстро, помилуй, мне больше, быстро говорить. На одном вздохе просчитать 40 раз, Господи, помилуй. Скажи ты три раза, чтобы своя душа сдвинулась. Да, спаси Христос. Ну, стараюсь, стараюсь очень, стараюсь. Дай Бог, чтобы мне все как-то донести. Слава Христу. А то в житиях святаешь, как у нас тут с некоторыми было. Пошел к поводу. Монастырем не назовешь еще, а там отдельно живет, и ему ученик уже есть, помогает. Что-то маленько задержался, приходит, а я в грех впал. Какой? Да там какая-то женщина брала воду, а я с ней совокупился. Даже бычок так не делает. Маленько понюхает ее спереди, сзади. А это прямо тут же ведро еще не набрало, уже совокупился. Так что у нас тут если после крещения не успеет разжениться, по-новому женится, но это никуда не годится. Это совсем никуда. А на кого мы плевали, отрекаясь от сатаны? Все плевки собрали на себя и измазали. Стоит сегодня заболеть только, и уже все, ты не будешь глядеть, куда попало. Еще тем более какая-нибудь опасная болезнь, да еще распространяется быстро. Капут. Игнатий Тихонович, еще один вопрос. Вот вчера был День Богоявления, и было освящение воды, чин освящения. В некоторых монастырях, в женском монастыре, до этого было чин освящения, там, в честь какого-то праздника. И вот люди с этими ведрами, с этими бутылями набирали ту воду, набирали эту воду, потом приходят в храм, набирают ту, которая освященная. Для меня разницы нету, для меня разницы нет. Но как воспринимать их желание собирать воды по разным дням, вот эту одну такую, одну такую, одну такую. Языщество. Неприкрытое языщество. Ну давайте быстро так представим, как я вот представлял себе, я был в Америке, штат Калифорния, кажется там Сакраменто, такой городишко небольшой, чистенький, ну и где я был таких, обыкновенные сибирские города тоже небольшие. Ну вот мысленно давайте утром проснулись, эти сибирики у них там, Сакраменто, а отец здесь. Ну проходит недели, две, уже ничем не отличишь. У тех будет так, как привыкли, эти, как привыкли. Хоть сколько перекидывай, все будет одно и то же, захламление или ощущение. Это уже так настроено. Ну а здесь как? Ну надо просто посмотреть, чего люди ищут. Мысленно представим, что сегодняшние люди, вот праздник Богоявления, Крещения Господня, самый такой буйный, назову, праздник. Нигде столько безобразия, придумок нету, как здесь. Вчера считаю, даже было такое, вот священник освещает воду там летом, а потом этот крест бросает в воду. Уже заранее обговорили, кто первый его там достанет, тому награда. А где север, там крест по реке пускали, деревянный, на лодках плывут. Сколько людей даже, говорит, погибло. У нас что попало идет? Те люди, которые Христос Крещение принимает, посмотрите картину Иванова, явление Христа народу. Это Третьяковки такое, отдельное помещение, выделенное им. Ну, разве люди стояли с бутыльями какими-то, с флягами, с бетонами? Еще нет. Христос крестится-то. Начало проповеди. Почему первых христиан Рождество не отмечали? Никаких покровов не было. Никаких сретений не было. Возвижение Христа-то начнешь разговаривать, тебя за еретика посчитают. А все выдуманное. Некоторые праздники введенные только восьмом веке. А что, до восьмого века не спасали, что ли, люди? И вот здесь, что вчера было? Я работал дворником в Покровском соборе. Ну, там большой бак такой, там несколько щерпалок, так как, ведерки прибитые на палки, они там приливают. Там наросты, разбитые банки, там что только нет, пуговицы, все там. Ну, и бабку-то одну там повредили, доманули ее, а огорождение, обыкновенные трубы. Ну, и ребро сломали. Я говорю, ты в больницу ходила? Ну, конечно. А что сказала? Врачи спрашивают, где ты так была? Да с трамвая выходила, меня столкнули, я упала. Я говорю, неправда. Да что я буду про церковь говорить-то? Это позор такой. А что она сказала? Это не позор. И вот сколько всего придумано, вешать надо на батарею. Теперь смотреть, когда закиснет, не закиснет. Если закиснет, это значит не святая. Ничего нет у Евангельского. Совершенно. Мало того, купаются в проруби. Ну, вот, когда женщина так прыгнула под лед, ее нашли там через неделю где-то. Надо больше километра пронесло. В Шарапишу там в Украине где-то погиб еще кто-то. Так, а сколько заболело? Другой нырнул, у него сразу инсульт. И как на севере. Там топить-то нечем в бане эти. Ну, как вот с ума посходили все. В крещении воды нету, а здесь в крещении Господне лезут в воду. Какое отношение? Женщины сидят, прям открыто все сиськами трясут стоят. И мужчины, ну, дурдом. Это все мы, мы православные. Нам нужна святость да особая. Вот такая-то там над агиасмой там, что только-нибудь придумали. Вода, освященная везде в этот день. Так принято. Ну и все, ломиться не за чем. А мало-то, у тебя святая вода. Мы вот ехали, когда, ну, вот у нас тут брат Игорь был с нами. Я говорю, думаю, столько воды, я подливал его, и когда мы чай готовим, и суп готовим, и святая бутылка написана была, святая вода. Почему не убывает? А потом, глядите, что я добираю. Если осталась одна капля воды, и туда полную наберешь, она вся освященная. Ну, не надо было ко Христу под хитон залазить-то, а только рукой прикоснуться, и уже ты освобожден был от греха. Поленька-то, гляньте на себя со стороны. У нас ничего по Евангелию-то нету. Иисус взял, что преломил хлеб, какое, вот искупление называется, лепешка отдельно, тонкая, лаваш, переломил, отдал. Каждое, где там прожженное, говорит, это рана его. У нас-то ничего этого нету. Придумали особое копье, проспорт, с особыми головками, маленькие такие, надо выбирать, кого поминать. Пять, старовлятся, говорят, семь раз надо. И что на этом построено? И как подают нам ложечкой, да нет этого нигде, никакой ложечки-то не было. И дал виной, одна ща пошла по кругу. Вот, это так ясно написано. Вот у нас такое впечатление складывается, как Златоуз говорит, кто вот пришел, который знает закон Божий и посмотрел бы на нашу жизнь, то больших врагов не нашел бы. А другой говорит, я с Александром Менем говорил, когда он говорит, вот такое впечатление складывается, он священник, протеерей, что будто бы мы что узнаем, сделать все наоборот. Все наоборот. Вот и все. Никакой привлекательности там у нас нету, народ-то рассыпается. А привлекательность шестое качество лидера. Если Бог благословит, в воскресенье буду говорить проповедь на эту тему. Вот так, миленький мой. Ну, мы православные, мы будем делать, как делают. Я ни к чему не призываю, но взглянуть-то мы можем, за себя хотя бы сказать-то. А у католика вообще белая таблетка, обладка называется, под язык, и все. Он ее макает сюда, где вино, а вино там все ему достается. как Фед писал там на смерть Яна Гуса. Христову кровь он отстоял для них. Теперь там они прищищаются, чаша отдельно. А кто это вел так, не чаша? Ян Златоуст. Никогда не подумаешь. А почему? Ну, может быть, ему приписывают, даже мне трудно поверить в это. А были колдуны, которые добрались за щеку, и поэтому за пивка, что пил вин, он не удержит ее. Да колдуны они были, эти ванги и будут. А при чем тут колдуны? Даже недостойно прищищаются, и то в алтарь относятся к причастию тела Христового, а демоны, ефиопы, в рот толкают уголь. 19 января жития святого Макария Александрийского. Вот как. Ну, мы-то там можем для себя взять-то. Надо, главное, готовность быть, святость, тишина. А в церкви, как толкают там это в очередь, торговлю уж Бог порол, выгнал, два раза сделал, вертепом разбойников назвал. Убрали, конечно, нет. Ну, пойди, зайди там у баптистов, адвентистов седьмого дня, они прямо сейчас упускают. Никакой торговли нету, но это еретики. И все исторические церкви, все вот так развращены. Вот у нас тут заходит сестра, она, она И, она армянка. Так он так вот в чашку кладет руки, чашка с водой на столе стоит, он руки кладет, ей ноги отдельно обтирает, я не знаю, может еще что-то обтирает там, лицо вот так обтирает. Ну, где это написано? Когда зашел, там было много бледенона воды и полное погружение. Меня спрашивают, а где написано, что три погружения? Нигде. Как доказать баптистам, что они не правы? Никак. Мы можем доказать только, что они правы. Но что на спину ложат, это неправильно, это положение во гроб. Маленько-то глаза открыть надо, но нельзя жить слепым, и опять убереть, глаза закрыть. Для того, твои глаза, чтобы я видел, за истину крестового восстал. И в ангеле, в Библии не так. Не так. Но я признаю, как я православный, мне куда деваться. Но я должен сказать, не так. Мы делаем не так, как было. А то, что было, это было, как у Павла. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Я не знаю, вы меня слышите или нет. Может, и не слышно даже. Слышно, слышно, Игнатий Тихонович. Слышно. Ну, скажут, вот опять ругают нас. Да я при чем тут? Ты на обстановку посмотри. Не хватает вина, сколько? Купили ящик, когоры, уже опять нет. Ну, выпили его, батьки. Да какая ложь, на каждом шагу. Мы говорим, везде клянуться, такие, это другой верой люди. У нас клясться нельзя. А ей Богу, на каждом шагу. А это клятва. Бога в свидетеля зовем. Нельзя это делать. Ну, как есть, так и будет. Но мы должны сказать, не так, Господи. Вот я говорил, есть, считаем, от 30 глава, 5-6 стих, притча Соломона. Всякое слово Господа чисто, всякое, с гневом, без гнева, и так, не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А у нас как? Отче нас считает, отца и сына и святого духа. Да где там отца и сына и святого духа? Там нигде нету. Ну, отдельно считай сто раз. Ну, молитву Господнюю, зачем вы портите? Я со священниками говорил, считал, считает. Я говорю, ты прочитай, открой 6-9, Евангелие от Матфея, посмотри, там нету. Ибо твое есть царство, и сила, и слава вовеки, аминь. Ибо твое есть царство, отца и сына и святого духа. Почему не написали? Туда написали. Ари напугал. Ари дрожат по сей день. Или вот такое, когда начали отверищать душа моя Господа, счастнейшую херувим. Зачем туда счастнейшую херувим-то? Шесть раз вставляете. Шестьдесят шесть раз пропойте отдельно, но не трожьте. Так на меня навалились, я махнул рукой. Это слова Божие. Нельзя к ним прибавлять. Нельзя прибавлять. Не прибавлять, чтобы Он, с большой буквы, не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. Мы лжецы. Но я не прибавляю. Практ прибавляет. А может он выбросить? Не может. Его запретят служение. Слово Божие сказили, никого не отлучили, а вернуть на место нельзя. Все нормально? Вот он, если в среди ночи постучались, бабка какая-то умирает, сто пять лет ей, и он не пойдет ее причастить, соборовать, его исключат, снимут сам. А то, что он уже шестьдесят лет не проповедует, ни одна душа не обратилась, и с него никто не спросит. Да какие же мы после этого-то? Так что лишние вопросы не задавай, а то я много вам отвечу. С Богом. Аллилуйя. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Меня Буя называют смутьяном. Какой я? Бунтарь. Я что сказал? Бунтари это они, они я. Я знаю, как написано, и считаю. Они доказать ничего не могут. Ни под каким видом. Вот придумали слова, сектанты, конфессии, динаминации. Нет этих слов. Есть слово ересь. И у нас оно не лучше. Окормлять. Ты открой словарь, Даля, посмотри, окормлять означает отравлять, перекармливать. Почему не сказать прищищать? А то окормляет воинскую часть. Отравляет. Как на первом, он показывает снимок, Олег Синяев так, на ладошку льют ему, он головой, по голове его, а он одетый солдат стоит, идет помирать. Никто этого не понимает. Только Кисляков понимал это. Вы помните, Архимандрит. Вот так. Продолжение следует...